Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы будем анализировать новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Ставка рефинансирования на этой неделе снизилась до 16% годовых с нынешних 17%. Среди областных центров самые низкие цены на жилье в Гомеле. Завтра последний день уплаты сбора на финансирование госрасходов. И напоследок анализ цен на одном из гомельских рынков. А теперь обо всем подробнее. Ставка рефинансирования на этой неделе снизилась до 16% годовых с нынешних 17%. Такое решение принято Нацбанком, исходя из динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса. Кроме того, инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. Прирост потребительских цен в минувшем декабре по отношению к декабрю 2015 составил 10,6%. Хотя по плану было 12%. На этот год уровень инфляции не должен превысить 9%. Перспектива 2020 года – выход на уровень инфляции не более 5%. Специалисты говорят, что спешить с резким снижением этого показателя все же не стоит. Ситуация в экономике не может выровняться ни в течение ни одного дня, ни в течение одного года. К сожалению, это процесс достаточно долгий. И в данном случае даже чрезмерная спешка и чрезмерное горячее желание ускорить что-то может нанести только вред. Поэтому и взят ориентир на 2017 год основным направлением денежно-кредитной политики. Выход инфляции, вывод ее на однозначную величину не выше 9%. Что касается снижения ставки рефинансирования, то в прошлом году она менялась четыре раза, каждый раз теряя по одному два процентных пункта. Всего же за последние два года ставка опустилась на 9% и сейчас составляет 16%. Абсолютный минимум был зафиксирован в 2006 и 2009 годах. И на несколько месяцев замирал на отметке в 10%. Антирекорд по росту ставки рефинансирования достигнут в 1994 году. Сейчас сложно представить, но тогда этот показатель достиг 480%. В настоящее время Национальный банк Республики Беларусь проводит политику, направленную на смягчение денежно-кредитного регулирования. Это связано в первую очередь с тем, что в Беларуси замедлился экономический рост и необходимы монетарные факторы, которые бы способствовали его активизации. Чем является в том числе и снижение ставки рефинансирования. В таком случае банки могут выдавать субъектам хозяйствования кредиты по более низким процентным ставкам, что в свою очередь оживляет экономику в целом. Так за год почти на полтора десятка процентных пунктов снизились ставки по вновь выдаваемым рыночным кредитам в национальной валюте. В январе эта цифра составила чуть менее 20%. Среди экспертов есть мнение, что надо стараться поскорее приблизить ставки по новым кредитам для реального сектора экономики к достигнутым параметрам инфляции. То есть снизить процент по кредитам вдвое. Те меры, которые принимал национальный банк, они позволили сегодня уже снизить стоимость кредитных ресурсов для субъектов бизнеса. Сегодня это очень важно. Так, например, средние процентные ставки по кредитам с января 2016 года по настоящее время уже снизились более чем на 15-20%. Это позволяет активизировать экономический рост и использовать субъектам бизнеса привлекаемые банковские ресурсы для своего развития. Еще один момент. Снижение ставки рефинансирования влияет и на проценты по депозитам и вкладам. Соответственно, они становятся на первый взгляд менее выгодными. Но вместе с тем, благодаря уменьшению темпов инфляции, реальные получаемые доходы по депозитам, они позволят населению иметь дополнительные доходы от вкладываемых средств. Простыми словами, доходы от вкладов меньше, но и уровень инфляции ниже. То есть реальное количество денег, выраженных в товарах и услугах, значительно не снизится. Денежно-кредитная политика будет проводиться довольно взвешенная. Чрезмерное смягчение денежно-кредитной политики чревато появлению рисков инфляционных и девальвационных процессов. Чрезмерное ужесточение же денежно-кредитной политики тоже препятствует развитию какой-то частной инициативы, не позволяет полностью раскрыться потенциалу роста экономики. К другим новостям. Завтра последний день уплаты сбора на финансирование госрасходов. Напомню, сумма составляет 360 рублей. Если их не оплатить или сделать это не вовремя, можно получить штраф. Его размер от 2 до 4 базовых величин. В таком случае составляется протокол и направляется на рассмотрение в суд, который принимает решение либо о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, либо о применении административного ареста сроком до 15 суток. В случае ареста, не уплатившего сбора, отправят на общественно полезные работы. И если он отбудет взыскание в виде ареста с обязательным привлечением к труду, то сумма сбора будет считаться уплаченной. Но налоговые инспекторы считают, что можно будет обойтись без крайних мер. Уплатили порядка миллион триста. То есть, если без учета динаминации, это порядка 13 миллиардов денежных средств у нас поступило в бюджет в рамках третьего декрета. То есть, это в целом по области, это порядка пяти с половиной тысяч физических лиц уплатило сбор. Следующая информация из строительной сферы. Среди областных центров самые низкие цены на жилье в Гомеле. В начале этого года средний ценник одного квадратного метра тут составил 567 долларов. Немного дороже жилье обойдется в Витебске и Могилеве. А вот в западных регионах страны цена на жилье стартует от 700 долларов. И, естественно, самые дорогие квадратные метры оказались в столице. Больше тысячи долларов. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий цена в Гомеле за квадратный метр начинается от 320 долларов. Если брать сегодня анализ по 2016 году, то Гомельская область по статистике имеет самую низкую стоимость квадратного метра по всей республике. Что касается господдержки, она составляет 647 рублей. Что касается других, с долевым участием и с бюджетом, где-то 747 рублей. Если конкретно касается долевого участия, то тут другая немножко тема. Тут стоимость может быть разной и в каждом населенном пункте, и в каждом микрорайоне города Гомеля. А теперь о ценах на продукты на гомельском рынке. В прошлый раз мы побывали на Прутковском, в этот раз наведались на Центральном. Здесь, как и на Прутковском, в будний день народу было мало. А вот продавцов фруктов, овощей, мясных продуктов наоборот. Поэтому на каждого покупателя времени хватало. Заодно и на нашу съемочную бригаду. Когда мы первым делом подошли к мясным рядам и стали изучать ценники, то продавцы сразу уточнили. Покупатели смело могут рассчитывать на скидки. Сбросят не 3-5%, а сразу 20%. Но я озвучу первоначальные цены. Итак, свиная шея от 10 до 12 рублей, окорок и грудинка 9, вырезка 12, голень и печень 5, кости от 2,5 до 3,5 рублей. Телятина, вырезка 15, окорок 12, шея 9, грудинка 7. Куриная продукция. Тушка, цыпленка обойдется в 3 рубля 70 копеек. Филе стоит 7 рублей 30 копеек. Грудка 5,45. Четверть 4,35. Крыло 4 рубля 30 копеек. Десяток яиц от рубля 70 до рубля 95 копеек. И немного о ценах на фрукты и овощи. Чтобы купить выгодно, лучше не спешить. Цены отличаются. Помидоры стоят от 5 до 6,5 рублей. Огурцы по 6, кабачки 8, перец и баклажаны около 7, сельдерея 5, редис 4, салат айсберг 13, листья салата 15 рублей за килограмм. Появилась клубника по 30 рублей. Киви стоят от 3,5 до 4,5 рублей. Гранат 4,50, лимоны от 4 до 4,5. Бананы от 2,20 до 2,50. Мандарины от 3 до 4 рублей. На этом у меня все. Встретимся через неделю.